ребята здравствуйте нашли два мини-вело складных от компании vela vela от vela в общем австрийский бренд который выпускает супер компактные складные велосипеды с очень интересными особенностями очень необычные велосипеды мини-вело складные на шоссейных покрышках на них прям можно долго и уверенно катиться по городским прериям один из них используют в заднем колесе электромотор с рекуперации и автозарядкой аккумулятора на раме нет а другой просто сделан из титана это первый титановый байк который мы увидели на велокульте двадцать четвертом году также оба велосипеда имеет амортизацию заднего колеса с помощью эластомерного демпфера очень компактно складываются дисковые тормоза в одном случае полноценная трансмиссия в другом случае у нас ремень гейтс и электромотор в общем есть о чем поговорить есть что показать покажем сразу две модели чтобы быстренько все особенности уложить в одно видео первый взгляд обычное сидение на этом складном велосипеде на самом деле селе рояль это их новая линейка выглядят они как будто бы старые советские сидения к сожалению но сделано в италии длиннющий подсидельный штырь с логотипом вело сейчас проверим может быть внутри у нас есть насос нет к сожалению просто заглушку чтобы не ударять кареточный узел далее спускаемся по трубе в зажим встроен защитный упор сзади далее под этим местом у нас находится такой резиновый демпфер то есть у нас есть даже небольшой ход подвесочки заднего колеса за счет того что есть вращение нас вокруг каретки то вот этот вот демпфер гасит удары при катании на таком маленьком велосипеде так что это первый складник с подвеской на этой выставке ну и собственно из этого же амортизатора у нас задний треугольник и его щелкивается кстати забыл сказать аромат у нас здесь хромоль и передний треугольник и вилка и задний треугольник все из хромоля далее причудливая форма задний треугольник с таким вот маленьким мини крылышком чтобы видимо на механизм складывания сюда у нас все-таки не летела грязь и вода здесь элемент в котором происходит разъединение заднего треугольника чтобы завести внутрь ремень потому что данная мотель у нас на ремне и причем не абы каком а gates gates carbon drive как на стрите sd внутри коричневого узла у нас есть две передачи которые переключаются ударом запястья по шатуну и лепестками происходит смена передаточного числа потому что сзади у нас нету никакой трансмиссии но зато сзади у нас на 250 ватт спрятался мотор от компании zeus внутри мотора находится аккумулятор так что на раме нет никаких проводов ничего такого все спрятано внутри мотора мотора есть режим рекуперации то есть накапливает внутрь аккумулятора энергию и главная фишка что поддерживая ногами скорость 25 километров в час можно перейти в режим самозарядки и ехать бесконечно долго но при этом затрачивая гораздо меньше усилий с левой стороны на самом деле по очень похоже на калипер отектор но забронзированная на подвела гидравлические тормоза на складниках гидравлика это вообще редкость потому что сложно сделать такую конструкцию чтобы гидролинии не перегибались но компании вело удалось кстати дропаут у нас здесь горизонтальный потому что по сути у нас здесь сингл но с кареточным переключением так что нам нужно натягивать ремень и дропаута горизонтальность натяжителями аккуратная перемычка под тормоз имеется и ответная часть магнита для того чтобы в сложном состоянии велосипед не разъединялся ну и такая аккуратненько под ножичка кстати педали на этом велосипеде у нас также складные ось вокруг которой складывается велосипед чуть-чуть смещена от каретки сейчас попробуем сложить этот велик и показать вам как это все происходит рама состоит у нас из двух труб которые приходят в рулевой стакан и вот здесь вот тоже самый интересный момент мы откручиваем специальный зажим соединяющий колесо с штоком вилки чтобы можно было откинуть колесо и вот здесь вот мы видим специальный предохранитель который мы вынимаем для того чтобы отстыковать вилку от штока кстати за счет складного руля и вот это вот вертлявостью приваления велосипед не очень напоминают стриды такие же упоры под запястье также защелкивается на эксцентриках руль внутрь передней части руля чтобы сложить в общем чем-то на стриду все это дело похоже но только ценой не похоже в три раза дороже или в четыре на первый взгляд руль у нас здесь по 31 8 это так и есть центральная часть именно под этот диаметр но далее нас идут два эксцентрика для того чтобы можно было руль вынуть и сложить а далее вставив специальный паз защелкнуть его обратно и при этом не было никаких люфтов также со второй стороны и тогда по ширине у нас велосипед в сложном состоянии становится очень маленьким далее у нас есть шкала для подъема руля по высоте хомут который все дело зажимает также имеет для складывания такой вот отбойничек очень понравилось решение с рулевой колонкой чтобы она не проворачивалась внутри этого импровизированного зажима выноса сделаны профрезерованы бороздки которые являются направляющими для того чтобы рулевая колонка не гуляла не вращалась вокруг собственной оси внутри зажима спереди есть возможность типа клик фикса крепления установить передний багажник дальше мы переходим к очень интересной части это передний зажим который стягивает нижнюю часть вилки и нижнюю часть штока после того как мы его открутим и отведем в сторону с помощью этого предохранителя если мы выдернем мы можем откинуть вилку велосипеда для сложения дальше на вилке кстати тоже хромолевый мы видим магнитик который будет примагничать к ответной части и вот такой вот крюк чтобы в сложенном состоянии колесо можно было зацепить за одну из труб рамы тормоз что редкость на складных велосипедах здесь гидравлический от фирмы вело но на самом деле это тектра ну а резина здесь швальба каяк это за всегда ты выборы фанатов мини вело для шоссе ну а сейчас я попробую сложить этот складной велосипед стоимость 460 тысяч мне один раз показали очень боюсь сломать но попробую говорят что это делается за 5 секунд но не верю им складывается он немножко странненько видимо к этому нужно привыкнуть но зато в сложенном виде велик реально дома будет занимать малое пространство плюс всякие защитные штучки на нем сделают так что он останется в первозданном состоянии и мне очень нравится система сложения на магнитах когда у тебя все примагнитилось точно куда куда нужно не нужно использовать никакие стрепа ну такой вот буквой n у нас получается сложение достаточно взять за верхнюю часть рамы и все это дело можно унести либо кинуть в багажник на автомобиле наверняка есть какой-нибудь правильный гайд но я пока его не выучил как шульцами что же теперь титановая версия складного велосипеда под названием обвела рокки титановые велики я очень люблю во первых они жесткие во вторых они так же как и хромоль гасит вибрации а во вторых они не ржавеют принципе велосипед ничем не отличается от модели байк плюс кроме отсутствие в заднем колесе электромотора здесь у нас просто используется обычная трансмиссия shimano xt в сочетании с мтбшной кассетой а спереди вместо система с двумя передачами speed shift используется большущая звезда наверно зубов на 46 48 может быть даже на 50 с прикольной алюминиевой защитой единственный минус титана что на нем очень хорошо видны вот эти вот все хватания и его лучше протирать чем-нибудь чтобы обезжиривать тогда он будет сохранять первозданную красоту и вид титана который я так люблю совсем забыл сказать про цены этих велосипедов титановая версия стоит всего лишь 325 тысяч рублей а версия с автоматическим электромотором и переключением 460 вот такие вот нынче складнички так что не только бьянки и кальнага могут стоить по пол миллиона самое необычное сочетание на выставке это складной велосипед на шоссейных покрышках на двадцатых колесах на ремне с амортизацией заднего колеса и еще и с электромотором с режимом рекуперации со встроенным внутрь аккумулятором пожалуй это самый необычный девайс но не считая каких-то китайских кислотных фантазий видно что над проектированием данных складных велосипедах трудился не один человек потому что все детали подобраны по уму применены какие-то интересные очень решения в плане сложения в плане механизмов переключения передач установлен электромотор без аккумулятора на раме тоже очень редко в наше время решение в общем велосипед это такая инженерная квинтисенция которая до стоит больших денег но тем не менее в тусовке складных велосипедов вы точно не останетесь незамеченным